Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Как и обещала, сейчас покажу вам, как сеять петунию, мокрые семена методом шприцевания. Я замочила заранее в привикуре, я об этом в предыдущем ролике рассказывала, что магазинные семена, если я не уверена, вот я, например, сейчас не уверена, хорошие они или нет, я их решила обеззаразить привикуром и замочить, чтобы они получше взошли. Но когда мы замочим семена петунии, ясно, что мы уже не сможем их ни высушить, ни куда-то там, как снова довести до такого состояния, как они были первоначально. Поэтому единственный выход при таком посеве, это вместе с водой методом шприцевания. Перед каждым набором шприца нужно взбалтывать, они, видите, оседают на дно. Я вот сейчас взбалтала, вам хорошо видно, там есть семена. Я подготовила лоток так же, как при посеве простых семян на грунт, только там у меня была поверхность ровненькая, а здесь я сделала бороздки. Ну, понятно, зачем. Для того, чтобы вот эта жидкость с семенами не растекалась, а именно оставались семена, чтобы в этой бороздке. Всё, вот я начинаю шприцевание. На одну бороздку, вот этот весь один раствор шприц я беру. На следующую бороздку ещё. Помещаю, так, 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 вот они все, семена мои выскочили. Этот метод посева когда удобен? Когда, например, вы только-только начинаете, и вы боитесь, что вы не справитесь с таким, как, с массовыми всходами, методом простого посола на грунт. Так, всё. Потому что они, когда мы сеем их сплошным, они вот так вырастают, и вот здесь у меня ещё не густо, потому что семена старые, 2015 года взошли не все. Если бы были свежие семена, здесь была бы шапка. Некоторые при таком посеве получают шапку семян, но для этого надо или семена с песком перемешивать напополам, или вот так вот по дорожкам. Чем удобно по дорожкам? Они сейчас взойдут по дорожкам. Если они чуть-чуть подвытянутся, их можно будет вот этими межрядьями привалить, как бы окучить, чтобы они не упали. Это во-первых. Во-вторых, их удобнее брать, пикировать. Когда они сплошным, туда вглубь не залезешь, в эту шапку. А здесь разделяем на части, раз, поддели маленькой ложечкой, унесли, поддели, унесли. И так весь рядок постепенно. Этот метод очень хороший. Если, например, семена какие-нибудь старые у вас, или вы думаете, что они пересохшие, можно их замочить, подержать 2-3 часа и в мокром состоянии. Остальное всё так же, по той же схеме. Закрываем контейнер. В крышечке должны быть внизу, в дне, дырочки для стока воды. Контейнер закрываем. Утром и вечером проветриваем на 10-15 минут. И всё остальное время на яркий свет, парниковый эффект. И всходы должны через несколько дней появиться. Вот эти всходы у меня появились на третий день. Те всходы должны появиться также 2-3, самое большое, 4 дня. Вот питунья в первом своём лотке должна прожить всего неделю или 10 дней, не больше. Поэтому я говорила, что грунт не обязательно сильно питательный. Это у неё временное жильё. Потом она будет в стаканчиках или в кассетах. Всё, этот короткий видеоролик про посев. Конечно, оригинальный, необычный посев методом шприцевания. Но он доступен, очень легко может сделать даже начинающий садовод-огородник. До свидания! С вами была Ольга Чернова. И это ещё один маленький видеоролик о питунье.